Сегодня показываю самый простой способ проращивания семян и их пересадку. Вот такую банку я положил в туалетную бумагу, смочил, посыпал семена и закрыл в пакет. Получился такой парничок небольшой. Семена очень быстро взошли и среди них мы выбираем те, у которых раскрылась саму семечко. Вот раскрылась, уже видно, что два семидольных листочка. И дальше мы что делаем? Мы просто утопляем до практически этих семидольных листочков и высаживаем в наши кассеты. Выбираю я именно те, которые раскрылись. Для того, чтобы уже не думать о том, как будет расти это растение. И потихонечку выбираю те, которые раскрылись. Утопляем подальше, чтобы образовались хорошие большие корни. А чем лучше корни у помидор, тем лучше они и растут. Вот, топим, получается вот такой вот хороший у нас рассадничек. Вот, еще один. Семена это мои, прошлогодние. Зашли хорошо, некрупные помидоры. Те, которые посынковать не нужно, чтобы больше, меньше было как бы забот, затрат труда, а помидорки будут расти. Потому что не всегда хватает времени на то, чтобы посынковать и так далее. Высаживаю. Получилась вот такая кассета. Где-то 10 помидорок. Вот, на солнце я ее ставить не буду пока. Они приживутся несколько дней. Ну и вы знаете, наверное, что помидоры они не любят частого полива. Поэтому я их оставлю где-то пока в тени. А как только они примутся, я их на солнышко выставлю. И они будут расти дальше на высадке в сад. Вот, так что всем желаю хороших урожаев и простых способов, которые вас не заморачивают по посадке рассады. Видите, как все просто. Можно, конечно, еще делают улитку, рассказывают там. Это я тоже делал. Но вот самый простой способ, когда вы просто не заморачиваетесь, а делаете все это легко и просто. И достаточно быстро. Всем доброго здоровья и хороших, хороших, богатых урожаев. Всего доброго.